Украина некогда цветущая страна. Сегодня так много ран на ее теле. Спецоперация коснулась каждого – мужчин и женщин. Стариков не пощадило даже детей. Но ведь каждый имеет право на счастливое детство. Дети не должны слышать взрывы, прятаться в бомбоубежище и видеть смерть. Дети не должны погибать. Это как никто понимает Алексей Талай, который побывал на Донбассе. Было очень тяжело. Я как отец четверых детей, когда видел детей, когда видел разрушенный детский садик, совсем похожий на тот садик, в который ходит мой собственный сын. Все это тяжело было переносить и наблюдать этих детей, которые совсем недавно находились в подвалах и были эвакуированы из Мариуполя. Очень сложно было смотреть на их ручки, на их лица. Было видно, что они испытали тяжелое... были подвержены тяжелому, очень серьезному влиянию. Эти маленькие сердечки этих детей. Алексей Талай, имя этого человека широко известно в Беларуси. Параолимпиец, общественный деятель, основатель благотворительного фонда. Его помощь идет с глубины души. Ведь после посещения Донбасса невозможно остаться равнодушным. Там действительно нужна помощь. Мы увидели многое, увидели разрушение, увидели страдания людей, детей. Это не может не обередить наши сердца. Мы, белорусы, знаем, что такое боль, страдания и горе. И поэтому я, знаете, без удивления сегодня наблюдаю то, насколько здесь весь офис Брестской организации просто битком загружен той помощью, которую оказывают наши граждане, народу Донбасса, Украины. Брестские активисты Беларуси и благотворительный фонд имени Алексея Талая объединились, чтобы общими усилиями сделать доброе дело. Собрать для жителей Украины гуманитарную помощь. Беларусы особенно, особенно чувствительны к беде, особенно чувствительны к оказанию помощи. Поэтому несли и семьями, и продукты питания, и, значит, и детское питание, и детскую одежду, и взрослую одежду, и тушенку, и сгущенное молоко, значит, чайники электрические здесь есть, медикаменты есть, детская обувь, чего здесь только нет. В рамках своего визита в Брест Алексей Талай встретился с мэром города Бреста Александром Рогачуком для обсуждения нового проекта. Ведь руководство города всегда открыто к поддержке добрых инициатив. Очень важный проект для Бреста – это создание памятника «Живая память благодарных поколений», который предварительно будет установлен на Партизанском проспекте в день освобождения города 28 июля 2023 года. Форма памятника – это конверт, треугольник тех времен, на котором две надписи из эссе детей, из раздела «Фронтовые письма», их семейные реликвии, две фразы «Родная, я обязательно вернусь от мужчины», и вторая фраза от девушки «Мама, прости, я ушла на фронт бить фашистов». Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».